Ну что ж, дорогие друзья, мы вновь вас всех приветствуем на чемпионате России этого сезона. Саратов второй этап и очень интересная встреча Кристалл в Санкт-Петербург с ЦСКА в Москва. Матч команды... Шевконов удар поворотом и добивание Кузьмина 1-0, ЦСКА выходит вперед, Шевконов пробил, Кузьмин сыграл на добивании. И никто не помогает Максиму Чужкову. КОНЕЦ КОНЕЦ И снова, снова Фоминус. КОНЕЦ 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 КРИСТАЛ КОНЕЦ КОНЕЦ 3-0 Счет становится. Сергей Шевконов великолепным ударом в девятку сейчас увеличивает преимущество армейского клуба. КОНЕЦ Вот это уже серьезно. По сути дела остается лишь один вперед у Кристалла, чтобы отыграть три мяча в мате против ЦСКА. КОНЕЦ Очень медленно. КОНЕЦ Сюда-то. Ну вот и голы у нас пошли 3-1. Кристалл сейчас возвращает разницу в счете в два мяча. КОНЕЦ 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 суперлиги максимальной скорости за контроль мяча кристалла очень прилично почти все от пожаре максимальной скорости уже как по мяча пристала очень ворота мульдармейцев давай трикторе родриго родриго прошел родриго и забивает родриго просто как какой-то компьютерной игре родриго из ничего счет сравнивает в этом матче вроде бы и успели его перекрыть но родриго бросил себе мяч и дальше побежал мимо степляне мимо колбанова и дальше еще и год и возможно сейчас михайлов михайлов выводится искать вперед на добивание опять у кристалла никого а мяч от чужкова то отскакивает и михайлов бежит бежит добивать и важный гол идем забивать из своей команд Удар по воротам. Выше ворот. Романов через себя в ближний угол не попадает. ЦСКА побеждает. ЦСКА одерживает победу над Кристаллом. И это происходит. Кристалл впервые в этом сезоне проиграл. Ну а ЦСКА герой этого, наверное, тура. Алексей Широков, Леренс Гомес радуются, что-то говорят нам в камеру. Установка была правильная. Вы сказали, что Ром держать натиск Кристалла, играть от простого, от защиты и реализовать свои моменты. В принципе, что у нас получилось сегодня. Какие были эмоции в последние секунды, может, минуты, когда счет был уже 4-3, все дело шло к победе. Вот что чувствовали? Ну, на самом деле, было больше обидно, когда они сравняли 3-3, а когда забили 4-3. И эмоции зашкаливали. И когда буквально полторы минуты очень было напряжено и тяжело следить за этим, за игрой. Ну, слава богу, что все так получилось, и мы выиграли. Каково быть героем матч, человеком, который забил решающий гол? Я не герой матча. Герои все наши, игроки нашей команды, все молодцы. Тренерский штаб, квартари, полевые игроки, им спасибо. Я не герой, я просто игрок, который реализовал свой момент. Я не герой, я не герой.